Во-первых, мы сегодня не касались темы правомощности этих действий. Мы не говорили о том, в каких ситуациях можно это делать, их нельзя. Это можно делать в ситуациях угрозы жизни. Практически все техники, которые сегодня мы применяли, потенциально могут привести к тяжким телесным повреждениям либо летальному исходу. Особенно удар в чин джеб, удары по затылку, самая обычная плюха может привести к тому, что человек упадет и сломает себе шею на слой. Поэтому, это все придумано не для усмирения пьяного Петровича. Это все придумано для ситуации, когда вас убивают и вам надо максимально быстро решить эту проблему. Потом с адвокатом будете решать вопрос. Что я надеюсь вы для себя вынести, что бы я хотел, чтобы вынести? Появился у вас навык или нет? Вы все разные. Разные по возрасту, по предыдущему опыту, то есть вот эти цепочки нейроны, они у всех людей образуются по-разному. Когда там говорят в интернете, надо 5000 повторений, кому надо. Самый важный, самый важный критерий в этом смысле это возраст. Чем моложе, тем быстрее человек учится. Второй критерий, насколько человек занимался чем-то подобным, насколько он вообще привык учиться. У меня приходил парень, КМС по акробатике, ему вообще не надо было движения объяснять. один раз показываешь, он повторяет. Но он вот с такого возраста тренируется управлять своим телом. Координация движений идеальна. Что я надеюсь вы для себя вынесли? Мы сегодня не занимались защитными действиями. Мы не рассматривали как сбивать удары, как подставляться, уходить и так далее. Мы просто били. Любая драка это столкновение двух агрессий. Правильно? Человек проявляет вам агрессию, если вы не проявляете агрессию, в ответ его ничего не остановит. Он будет вас бить дальше. Правильный подход к драке это когда ваша агрессия задавливает его. Когда вы его все время бьете и ему некогда бить вас. Он должен защищаться. Я люблю этот фокус сделать на семинарах, когда совершенно левые люди. Беру кого-то захват и говорю давайте советы. И они все начинают давать советы ему. Что любой человек видя страну насилия автоматически ставит себя на место жертвы. Никто не дает советы мне почему-то. То есть видя как кого-то схватили, человек сразу думает, блин а если меня так схватят? Он не думает, а если я так схвачу. Вот драка это не когда меня бьют, драка это когда я кого-то бил. Задача того, что мы сегодня делали, всех вот этих комбинаций не вломил, отошел, посмотрел что получилось, а продолжает развивать успех. Если я нанес результативный удар в пах, я продолжаю бить дальше. До тех пор пока он не перестанет мне угрожать. То есть инициативу мы захватываем и не отдаем. Вот это принципиальное отличие самообороны от спортивного поединка. Спортивный поединок это я что-то сделал, он со мной что-то сделал. Я сделал он, я он. Драка в моем понимании хорошая драка, это когда я с ним что-то делаю, а он реагирует на это. Если он что-то пытается сделать, то я не даю ему. Идея вот этой наработки, простые уже удары были, Ничего сложного не было. Идея наработать до автоматизма, чтобы вы с ним сделали до того, как он успеет сделать это с вами. Все живы, все здоровы. Относительно. Все-таки. Спасибо. Продолжение следует...